Кто-то считает их безумцами, а некоторые заядными приверженцами здорового образа жизни и спортсменами, но им от этого ни горячо, ни холодно. Причем в прямом смысле этого слова, будь то на улице минус 40 или в воде 0, чем холоднее, тем лучше, считают ульяновские моржи. Наши великие люди, Суворов Александр Васильевич, Баснописец Крылов, много известных людей. Александр Сергеевич Пушкин любил принимать холодовые ванны. Мы, кстати, когда пушкинский праздник языков, мы всегда приезжаем и подчеркиваем эту особенность нашего поэта, потому что он черпал вдохновение от пребывания в холодной воде. Но если говорить позже, то Георгий Котовский, наш знаменитый герой гражданской войны, он не морж, но он купался в ледяной воде. Если дальше мы пойдем, то в 50-х годах в Советском Союзе было очень развито моржевание и зимнее плавание. Очень средства массовой информации, которые, кстати, сегодня еще не так работают, а в то время они очень сильно работали, популяризировали этот вид спорта. Это сказывалось как раз на развитии этого вида спорта. И было очень много клубов, людей очень много занималось. Сейчас как бы идет волна такая возрождения, но уже на более профессиональной основе. Я хочу сказать, что Россия северная страна, так же как северные страны скандинавские. Поэтому в этих странах очень сильно развито холодовое плавание на сегодняшний день. И Китай, кстати, очень сильно в последние годы проводится по зимнему плаванию, чемпионаты мира, Кубки мира, чемпионаты России. То есть это, можно сказать, полноценный спорт. Сейчас формируется база методическая для нашего вида спорта. Она еще не совсем сформирована, но, тем не менее, проводится соревнования. Есть руководящий орган Всероссийской Федерации зимнего плавания. Разрабатывает сейчас разрядная сетка. И официально, методически, когда будут приняты документы, то уже будут присвоиваться разряды. Сейчас идет стадия, я еще раз говорю, такого научно-методического обеспечения, деятельности как раз этого вида зимнего плавания. Ну, официально наш клуб зародился в 2009 году, но это не значит, что те люди, которые пришли, они начали закаливаться с этого периода. Конечно, история ульяновского моржевания, она достаточно длинная. Ревека Вениаминна Либерман считается основателем, будем говорить, моржей в Ульяновской области. Зимнего купания, точнее. Вот. Владимир Михайлович Фенилонов, который совместно с ней, к сожалению, их уже не от живых, но это те люди, которые начинали моржевание, зимнее плавание в Ульяновске. Поставили вагончик, и с этого вагончика вот на этом берегу у нас все началось. Сначала было немного людей, потом их стало больше, больше. Сегодня это настоящий клуб, большой клуб, причем у нас не только мы плаваем. Люди достаточно засторонние. Когда они начинают заниматься зимним плаванием, им хочется заниматься по ходу ходить, им хочется бегать, заниматься общей физической подготовкой. То есть люди ощущают себя, силу ощущают, насколько им дает занятие спортом эмоционально, высокая работоспособность. И они остаются в клубе. Ну, кроме этого, у нас прекрасная атмосфера, настоящий клуб, все поддерживают друг друга. Существует такой миф, что если человек занимается экстремальными видами, то потом организм у него начинает с разной патологии развиваться. Но это не так. Я хочу сказать, что есть даже направление медицины, криотерапии, лечения колдом. Все должно быть дозировано, все должно быть дозировано. То есть, учитывая состояние, это, конечно, к нам приходят люди, обязательно они приходят в медицинский допуск. Почему в России пришлось понятие морж вообще? Откуда это пошло? Потому что в Северной Америке называют вас белыми медведями, в Финляндии вы тюлени. Почему вообще? Откуда это пошло? И почему вы моржи? Морж, оно, понятие идет уже в России, ну, наверное, с начала прошлого века, когда появились первые секции, первые кружки. Почему-то в России принято морж считать, да. Потому что в других странах белые медведяцы, а в России всегда называют моржами. Заядлых моржей принято еще называть айсменами. Их отличие в том, что первые окунаются в холодную воду, а вторые совершают заплывы на длительной дистанции. Для ульяновского клуба морж это еще и аббревиатура. Она расшифровывается, как «Мы очень рады жизни». Где заканчивается такое любительское закаливание, да, и где уже начинается спорт? Вот где эта грань? Существует правило по зимнему плаванию. Дистанция от 25 до 1000 метров. Там категория воды есть А, Б, С. В зависимости от температуры воды, например, если А берем, это температура воды достаточно низкая, вернее, высокой температуры, где-то свыше 10 градусов, например, да, то есть, соответственно, там дистанция более длинная. Если Б, то температура воды еще более низкая. И ледяная вода этой температуры где-то до 4 градусов. Там, конечно, плавание где-то до 400 метров. Грань заканчивается, когда люди начинают уже плавать в минимум 25 метров. Это уже у нас, вот, кстати, проводится чемпионат области. Такая массовая дистанция основная 25 метров. Особой подготовки не нужно человеку, то есть, он быстро проплывает, уходит 25 метров. То есть, вот, прорубь в 12,5 метров мы делаем, туда-сюда 25. А какие еще виды эстафет есть? Бывают же марафоны прям длительные. Вот можно поводробнее об этом? Ну, эстафеты разные есть, по 20 метров, по 50 метров используется. У нас, кстати, команда призер, значит, была наша команда призером кубков мира по эстафетам, чемпионатов России. Соревнования по земным плаванию, они проводятся в бассейне 25 метров, в несколько дорожек, как по обычным плаваниям. Судья секундметрии, судья стартер, то есть, как в плавании это принято, точно так же проводится. А вот есть... Единственное отличие, извиняюсь, отличие, это старт с воды проходит. Не из прыжка, с тубы, как правило, с спортивным плаванием, а в зимнем плавании старт с воды, с лестниц. Значит, одиночные, я сказал, уже 25, 50, 100, 400, тысячи метров. Тысячи метров это обычно плавают наиболее подготовленные плавцы. У нас несколько человек, всего 2-3 человека только могут плавать, такие длительные дистанции, потому что это время. Вы представьте, где на воде 30 минут находиться. Это очень долгая и очень серьезная подготовка при условии, что организм достаточно подготовленный. Удивительно волевые у нас 2-3 человека в клубе. Я сам поражаюсь, насколько они могут длительно плавать. Значит, Лариса Харитонова, Улья Скалова, я уже сказал, основные, и Лена Семенова. Это вот одни из таких, будем говорить, марафонцев наших. Лена Семенова и Скалова, они в 17-м году проплыли 32 километра в июне. От Тундр до Ульяновска, я просто прожил, насколько они плили там 16 часов, не прерываясь. То есть они не выходили из воды? Не выходили из воды, да. Их сопровождала лодка, там они питались с водой и так далее, плыли 16 часов. То есть у меня прям мурашки по коже. Но я хочу сказать, при этом, 17-й год очень холодный год был, и температура воды была, идет 14-17 градусов. Вот представляете, в этой воде всего 14 градусов. Это очень достаточно холодно, ходился такой вот. И вот они проплыли. Лена Семенова сейчас готовится, дай бог, я не знаю, если у нас получится, переплыть Ла-Манш. Но основные правила холодового, то есть вот как вот судья оценят, какое правило, как быстрее проплывешь или... Быстрее проплыть, задача дистанция определенная. Я уже сказал, 25-50, 100 метров, как можно быстрее проплыть. Общий старт, либо это эстафета, либо это одиночное плавание. Кстати, плыть нужно не абы как. В зимнем плавании используются три основных стиля – бетерфляй, брас и вольный стиль. А вообще, главная спортивная вершина, наверное, для моржа, то есть, ну, как для спортсмена, олимпийские игры, а для моржа вообще... Чемпионат мира, Кубок мира на сегодняшний день – это самое главное соревнование для моржей. Причем очень много стран участвует. Вот сейчас команда готовит Словению, Словакию на чемпионат мира. Совсем недавно приехал из Тюмени, с Кубка мира. Вы сами сказали, что это экстремально. Во-первых, были ли у вас какие-то такие случаи, может быть, неприятные на память? Поскольку это экстремальный вид спорта, мы всегда очень трепетно относимся к этому. Потому что это лицо нашего клуба и судьба нашего клуба. Всегда, значит, техника безопасности подвывает этот инкредит пловцов. Потому что, когда спортсмен плывет в воде, бывает так, что у него сознание затуманивается, будем говорить, и он может не ощутить, что он уже замерзает. И обычно там в колдовом плавании люди разговаривают, их спрашивают, они что-то говорят. Ну, как-то, каковых случаев у нас не было, но иногда бывают пловцы, просто они забывают, что вода требует уважения. С ней нужно на вы разговаривать с людьми водой. Как только мы не перестаем ее уважать, могут быть разные. Поэтому всегда экстремальный вид, особая опасность представляет вода. Чувство меры, дозировка всегда должна быть, всегда. И каждый спортсмен, он должен чувствовать себя. Потому что бывают какие-то ощущения в этот день или что-то. Не всегда спортсмен находится в хорошей форме. Поэтому нужно всегда вот эти особенности, нюансы, организмы знать. Как вообще проходят ваши тренировки? Вообще алгоритм обливания, вот об этом поподробнее. Как это все у вас происходит? Огуните нас внутрь. Она существует разных методик подготовки разных. Это обливание стоп, обливание ступней, контрастный душ, дома можно понимать. Причем закаливание, я всегда говорил, что это абсолютно доступная массовая форма оздоровления населения. Это очень было развито в Советском Союзе, когда дети в детских садах, в дошкольных им прививалась культура здоровой жизни. Но сейчас тоже эта волна идет. Какое место баня занимает? Баня, она очень полезна. Почему? Потому что когда мы окунаемся в прорубь или обливаемся, то наш организм каким образом реагирует? Сужает сосуды. Когда в баню они расширяются, то есть происходит тонировка сосудов, эластичность, а это как раз сидишь в сосуде заболеваний. А вот я между делом, да, у нас моржи заходят в воду, в бане, вот какой промежуток должен пройти? Ты попарился в бане сколько времени и побыл в воде сколько времени? Все индивидуально. Опять же, если человек тонируется, готовится, конечно, он больше плавает. А в бане ему и то после длительного заплыва нельзя сразу заходить в баню, нужно постепенно отогреваться. Потому что могут быть отрицательные, организм может реагировать не так. То есть если человек долго плавал, то есть он сначала руки начинает там в теплой воде и так далее, резко нельзя. Но если мы просто плаваем после бани, как контраст, то здесь ничего страшного. То есть люди плавают 50 метров, 25, потом будут греяться. Ну, баня это обычный режим бани, там 3-4-5 минут нахождения бани. С чего начинать новичку? Вот пришел к вам человек, говорит, хочу стать моржом. Как идет подготовка вообще? Все новички, они приносят справку. Далее они проходят медосмотр, физкультурный диспансер. Практически все наши ведущие смены, они без них, без диспансера, их просто не допускать до оснований. Поэтому они проходят всех врачей. Ну, а когда приходят новички, конечно, с ним проводится беседа, теория. Ну, какая у плана беседа? То есть готовы ли вы или что? Как, во-первых, техника безопасности, как вести себя в прорубь. Обязательно должны быть два человека. Один плавает, другой страхует. Значит, первая, значит, дозировка должна быть такая. Реакция организма проходит при купании в купеле. К слову, реагирует организм не сразу, а через сутки или даже двое, как при любых других физических нагрузках. Ульяновский морж предупреждает. Главное в этом деле – аккуратность и неспешность. Важно в эти дни наблюдать за собственным физическим и моральным состоянием. Если все прошло гладко, то дальше новоиспеченного моржа ждут короткие обливания и купания. Постепенно время пребывания в воде увеличивается. А вот три, нам, например, несколько правил техники безопасности. Вот первый, самый главный – техника безопасности. Вот вы сказали, что один плывет другой, да? Вот три вот этих вот, например, или четыре главных правила техники безопасности. Для новичков, мы будем говорить, никаких прыжков не должно быть, во-первых, в воду. Потому что лед подо льдом, вы знаете, это все опасно. Это первое. Вот. Первое, вернее, первое мы сказали, что человек должен обязательно контролировать, кто находится. Он на берегу стоит, да? Задыни должны быть длинными. Задыни должны быть длинными. Для новичков не надо голову опускать, хотя профессиональные плавцы не опускают, он сейчас плавает. Но есть так называемый финский брас, когда мы плаваем, голова над водой. Ну, дыхание, вот такая есть ошибка у начинающих. Они сбивают дыхание, им тяжело плыть. Поэтому дыхание должно быть свободно, ровно. Какая-то техника безопасности? Обязательно должна быть лестница. Вот здесь вот у нас есть лестница. Человек должен войти и выйти через лестницу. Вот обязательно нужно очистить кровь от льдин, потому что льдин – это как тонкое стекло. Порезы мощные. Опишите ощущения, когда ты заходишь в эту холодную воду. И когда, вот это первый раз, когда ты зашел, вспомните свои первые ощущения. И когда это уже становится на поток. Может быть, это становится уже как-то без ощущений, просто ты уже это делаешь. Нет, всегда преодолеваешь себя, всегда через воду заходишь. Ну, сами ощущения, то есть сразу холод по телу или наоборот горячо? Нет, я всегда представляю, вот всегда, вот, как я захожу в горячую воду. Мои представления всегда, когда я захожу в воду, как в горячую воду. Представляю, что я захожу в горячую воду. Все, ощущения схватываются тело, потом постепенно оно отпускает. Когда человек выходит из воды, сосуды у нас расширяются. И такая эйфория и радость. Человек буквально летит в небо. Вот такие ощущения. И они до сих пор у вас сохранились? Ну, как бы каждый раз такие ощущения? Нет, их поддерживать надо, их поддерживать постоянно. Ну, я хочу сказать, что если мы не поддерживаем, значит, холодовые нагрузки, то где-то через месяц-два эффект теряется закаливый. Поэтому это уже все время поддерживает. И летом, и зимой. Я знаю, что в вашем клубе много людей, достаточно уже зрелых. И они начинают уже в зрелом возрасте. Вообще, с какого времени лучше начинать, когда вот пик этого моржевания, организм готов и все? Ну, вообще основание, значит, 16 лет, так вот условно говоря, по холодному плану. Хотя допускается там и 14-летние. Вот, ну, я не сторонник. Почему? Потому что ребенок развивается. Раннего, экстремального, будем говорить, плавания. Потому что ребенок растет, развивается. Вот, и ни к чему у него такие экстремальные нагрузки. Есть другие методы закаливания. Походить по снегу, облить стоп, облить ноги. Это достаточно для профилактики многих заболеваний. И повышения иммунитета ребенка. Вы часто сегодня в своей речи говорили об успешных спортсменах. Очень часто звучали женские фамилии. Вот из 47% вашего клуба, насколько я знаю, это женщины. Ну, половина, половина, да. Во-первых, расскажите, почему они успешней, чем мужчины. И вообще, почему женщин это привлекают? Сама вода ледяная, она дает тонус, хороший тонус. То есть, если я разображу физиологический механизм, то мы воздействуем на рецепт, там, гипталамус. Гипталамус у нас активизирует работу сердечно-сосудистой системы и так далее. То есть, мы начинаем чувствовать себя прекрасно. Далее, надпочечники выделяют гормоны. Гормоны радости, гормоны эйфории и так далее. И человек, который пригружается в прорубь, он испытывает ощущение радости. У него повышается уровень работоспособности. То есть, человек эмоционально на высоком уровне. Он ощущает, что немножко с его телом что-то начинает проходить. Он начинает уже бегать. То есть, это как спусковой крючок. Ученые и нет, не британские доказали. Моржи со стажем стареют медленнее обычных людей. Выглядят как минимум на 10-12 лет младше своего возраста. Вот он, дамы, эликсир молодости. В целом быть моржом дорого. Нужно только плавки и вода. Самое главное, нужна воля, воля, желание. Все. Остальное все без вопроса. Потому что здоровая жизнь начинает с воли. Если говорить смысла нет о здоровой жизни, для человека нет воли. Всегда воля. Всегда нужно идти вперед. Потому что мы так устроены. Если мы не идем вперед, мы деградируем. Во всех направлениях. Во всех направлениях. И не нужно думать, что моржи там, они ограниченные люди. У нас моржи шикарные, у нас много поэтов. Ну, не много, есть поэты свои. Например, Павел Зимин, он сочиняет стихи. Очень интеллектуально развитые люди, которые успешны в своей профессии, успешны в своей деятельности. И, кстати, я хочу сказать, очень много людей нашли себя. Нашли друг друга, точнее. И себя нашли, и нашли друг друга в нашем клубе. То есть пары образовались? Пары образовались, да. Семей пары. Очень много. Не знаю даже по статистике, ну, 15, может быть, больше. Пара вот за десятилетие нашего клуба. Может, даже 20. Вы скажите, кому точно нельзя этим заниматься? В любом случае есть категория людей, которым, ну, противопоказано. Конечно, это сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания. Есть много еще других нозологий, при которых нельзя заниматься. Поэтому есть холодовая аллергия у людей. А как она выглядит, холодовая аллергия? То есть... Ну, мягче на холод, на коже высыпания могут быть и так далее. Но я не хочу об этом говорить. Потому что допуск врача человек должен себя изучить, знать себя. Потому что самый лучший врач – это он сам. Ну, конечно, без прохождения медосмотра нельзя. Потому что врач должен допустить. И мы должны понять, что это человек здоров. А вот какая действительно максимальная температура, наверное, на улице должна быть? И чтобы вы сказали, что нет, сегодня мы точно не поплывем. Вы знаете, у нас в любую погоду проводится заплыв. В любую погоду. Когда мы клуб 10 лет назад открывали, температура была 32 градуса. Я помню, я как сейчас, помню, этот день, 2009 год, это январь месяц. Вот кто моржи, мы искупались. Крещение бывает тоже, сильные морозы. Люди... Хотя вот, кстати, насчет крещения тоже хочу сказать, что, к сожалению, так вот по традиции люди не всегда готовы. А к этому тоже нужно готовиться. Не так просто. Заключительный вопрос, вы уже начали на него отвечать. Три главных качества профессионального моржа. Воля, жизнерадостность и успехов по жизни. Я вам так назвал. Будь то короткое купание или марафонский заплыв, все начинается с разминки. Владимир Владимирович предложил мне легкую пробежку. Когда пять кружочков бега позади, кровь заиграла в жилах, а надпочечники стали выделять больше адреналина, тогда ульяновский морж со стажем открыл мне мир гимнастики ходу. Что это такое? Это упражнение. Очень хорошо разогревает тело. Выполняется в напряжении, сочетающее дыхание, вдох и выдох. По словам Владимира Вальцева, такая техника активирует спящие мышцы в теле и идеально подходит для подготовки к заплывам в ледяной воде. Мы разогреваем спину сначала, спину. Для этого нужно присесть, присоединяем в таком положении, лопатки вместе, вдох и на выдох. Выдыхаем, руки вперед. Еще раз вдох. Лопатки соединили, выдох. Выдох мощный, еще раз. Вдох. Значит, небольшое методическое замечание. При выдохе напрягаем мышцы пресса. При выдохе мышцы пресса. Я напрягаю. Вот, поехали. Вдох. Мышцы пресса напряжены. То есть смысл этих упражнений. Мы их выполняем без железок, без тяжестей. В любом месте. Эффект поразительный. Следующее упражнение было нацелено на включение спящих мышц рук, корпуса и бедер. Называется дыба. Забавно смотрится со стороны, однако. Руки должны быть напряжены. Выдох идет полностью до последнего миллилитра. Это, наверное, легкие. Ага. Вот, в чем напряжено. Поехали, вдох. Достаточно. Обычно дозировка где-то от 10 и больше. Ну, я до 20 лет, я по 2 часа занимаюсь. Успели даже подышать через зубы и покрутить тазом. В другую сторону, поехали. В другую сторону. Зато мне не холодно. В общем, надышалась я настолько, что закружилась голова, появилось покалывание в конечностях. Но повода для паники нет. Этого эффекта мы, как оказалось, и добивались. Одновременно с этим появилась легкость в грудной клетке, стало тепло. После упражнений мозг, тело и мышцы готовы к приему холодных ванн. Как жаль, что купальник я оставила дома. Моржами не рождаются, ими становятся. А через 2 года интенсивных тренировок можно по праву считать себя профессиональным айсменом. Я для себя поняла, что это не мое. Поэтому сегодня я готова оголить только ногу. Бодрит! Академия Продолжение следует...